доброе утро всем доброе утро hello bonjour good morning good morning доброго ранку люби друзья так все пока никого нет никого вот олег марголин появился шалом влад козов смотрит нас как отлично талия рафальская шалом бодер то всем привет яков шатадин и святой земли присоединился к нам из святой земли наташа блау бодер то хорошо и вот мы продолжаем то есть за этого мы говорили про ксилим мы говорили про ксилим что есть такие люди и в каждом из нас есть вот этот ксиль который это человек который идет на поводу своих вожделений поэтому грешит то есть те люди которые уже знают про бога знают например что надо твили надевать что надо кошерное кушать знают что что еще надо шаббат соблюдай и потом это не делают они называются ксилим на грешнике по вожделению то есть они как бы их желание например поспать еще и они твили не одевают их желание съесть некошерное и они едят некошерное но уже в душе они начинают мучиться это знаете есть такой известный анекдот правда это есть христианская история как у них пост есть такой когда они не едят мясо и двое встречается один другому говорит степан когда уже скажи мне когда этот пост уже закончится хочу же мясо спокойно поесть он говорит слушай серега я не знал что ты после этот соблюдаешь да да нет они не соблюдаю это зачем тебе когда закончится но сейчас ем и так неспокойно это вот как раз уровень ксиль которого он уже в душе понимает где правда но но не может справиться с вожделением ему все время внутри неспокойно понятно дайте теперь значит и мы говорили много про этих вселим значит что они даже выдумывают они берут есть другие эвиль эвиль это стептик и они вот эти вот ксилим берут у эвелим эвелим вот этих вот у стептиков борутых ход берут и ход мысли они говорят например вот я знаю одного человека очень умный человек математик мультимиллионер все и он значит он понял но понял прочувствовал что есть бог да то есть он реально верующий он говорит но я верю только в письменную туры тоже написано написано тоже не написано мудрецы сказали может да может нет это самое то есть он взял ход мысли стептиков для того чтобы себя спасти от каких-то ну как как бы нарушений хотя в принципе по большому счету есть заповедь что слушайся мудрецов это заповедь торы то есть слушайся мудреца которых твоем поколении мудрец поэтому нарушая слова мудрецов то как бы нарушая слова торы но он как бы об этом не подумал наверно это не хочет думать хорошо и как раз к таким людям относятся двенадцатый отрывок двенадцатый отрывок звучит так раита иш хахам баинав когда видел ты человека умного в своих глазах тиквали ксилим мемену у вот этих вот ксилим грешников по вожделению больше надежды чем у него что это значит вот смотрите есть ксиль который грешник который знает что он грешит но он не может не грешить ему хочется и он говорит блин но я грешу но есть такие очень не встречались эти грешники ксилим они такие очень позитивные он говорит ну бог простит ну чё бог не простит что ли он же добрый но я понимаю что нельзя но типа он уже меня простит он почему-то думает что бога лично к нему какое-то особенное отношение да и вот но этот ксиль у него есть надежда потому что когда у его пару раз бог морда в стенку стукнет ему станет больно и он прибежит скажет все я понял больше нарушать не буду то есть у него есть надежда а хахам баинав мудрец своих глазах он она он идет по другой схеме он говорит а все что я делаю это правильно мне вообще я нарушаю я вообще не нарушая то есть в где написано что в субботу там нельзя работать внезаписно что все вот и нельзя на машине ездить нигде написано написана огонь и зажигает я шауган зажигали я не зажигаю значит все правильно делаю и когда он в субботу попадает в аварию он говорит блин у тебя все правильное дело, наверное, где-то в молитве ошибся. То есть он, так как он умный в своих глазах, то у него, значит, по бизнесу я недавно слышал один человек, который работает на Рината Ахметова. Ринат Ахметова это самый богатый человек в Украине, и до сих пор он был, и сейчас самый богатый. Он, ну, там, ну, было у него в лучшие времена, там, 17 миллиардов долларов. Сейчас я не знаю, сколько у него, но еще остались миллиарды. И этот вот человек, который у него работает, он говорил, что как-то Ахметова спросили, почему он такой богатый, у него дела все равно идут хорошо. А там другой человек, по-моему, Тарута, ну, какой-то есть тоже миллиардер, или был миллиардер, у него дела идут хуже. Так Ахметов ответил, потому что я знаю, что я глупый, а он думает, что он умный. И я знаю, что я глупый, поэтому я нанимаю на работу умных людей. А он думает, что он умный, и он нанимает на работу дураков, ну, которые исполнители. И говорит, поэтому у меня, значит, дела идут лучше, чем у него, потому что я знаю, что я глупый. Это здесь то, что написано, что тот, кто кажется себе умный в своих глазах, у него надежды нет. Потому что какая надежда, если ты уже сам все знаешь. А если ты все знаешь, и у тебя все не работает, то что тогда? А ты уверен, что ты все знаешь, у тебя есть какие-то шансы? Нету. А если ты понимаешь, что ты чего-то не знаешь, тогда у тебя появляются шансы. Понятно, да? Теперь тринадцатый отрывок. Тринадцатый отрывок звучит так. Амар Ацель Шахаль Бадерах. Значит, сказал, сказал, значит, ленивый, что лев в дороге. Ари бен Арахавод. Что он не просто в дороге, а на дороге этот лев, а он еще и крутится между улиц, он крутится. Значит, здесь нам царь Соломон царь Соломон объясняет свойства мышления ленивого. Как раз у меня сейчас есть тренинг, называется «Победите лени». Я как раз там помогаю ленивому победить эту лень. Но здесь царь Соломон нам рассказывает, как думает ленивый. Значит, ленивый думает так. То есть, он же не думает, что он ленится. Он придумывает себе объяснение, почему ему надо остаться на месте. То есть, лень, она как работает? У человека есть желание, вот эта тяжесть внутренняя не делать. А дальше он умный человек, не ленивый. Он себе говорит, послушай, что значит хочу, не хочу. Это не важно. Я должен сделать, я буду делать. То есть, мне надо делать, я буду делать. И он начинает делать. Ленивый, он говорит так. Я не хочу. А почему это не надо делать? И он придумывает причины, чтобы себе остаться на кровати, но при этом он же умный в своих глазах. И он придумывает, если надо, значит, льва он придумает на улице. И мало того, он льва придумывает. Он еще придумает льва, который не просто сидит на месте. Где еще лев на улице в городе может быть? Его не может быть в городе. А он придумает, что лев еще и по улицам ходит. Вообще никуда выйти нельзя. Понятно, да? Это так действует ум ленивых людей. И они придумывают, значит, есть такое выражение. Лень сделала из обезьяны человека. Говорят ленивые люди. Мол, человек обезьяна думала, как ей не действовать. А? Как? Лень двигатель прогресса, говорят ленивые люди. И что-то они никуда ничего не двигают и сидят возле телевизора. То есть, лень, хорошо, зачем он эту фразу говорит? Чтобы дальше лениться. Но какой прогресс он создает в своей лени? Никакого. Понятно, да? Дальше. Четырнадцатый отрывок. Четырнадцатый отрывок. Аделет тесов аль цера. Что дверь, она крутится на петле. Вэацель аль метато. Значит, дверь крутится на петле, а ленивый на своей кровати. То есть, он лежит в кровати, переворачивается с Бога на Бог и думает. Вот я могу рассказать. У меня тоже бывали дни, когда, я очень хорошо помню, утром просыпаешься рано. И, ну, запланировал себе там встать, сделать зарядку. Там целый план есть. И внутри такой голос. Типа, не надо перегружаться, это вредно. Это вредно перегружаться. Надо, помедитирую лежа. Типа, а может, визуализация. Да, визуализация это решение. И, значит, здесь очень просто уйти в визуализацию, а дальше в сон. Вставать-то не надо. То есть, всем знаком этот диалог. Интересно, что Шелхан Рух, это сборник законов. Он начинается же с закона вставания. И там написано, что Ецерара, злое начало, в тебе скажет. Зимой оно скажет, что там же холодно на улице, полежи еще, тут тепло. Летом оно скажет тебе ночи короткие, ты же еще не выспался. То есть, все эти диалоги, они уже тысячи лет, они одинаковые, у всех людей одинаковые. И, знаете, какое решение Шелхан Рух предлагает? Он говорит так. Задай себе вопрос. Если бы тебе надо было сейчас встать, чтобы денег заработать, ты бы встал, вскочил бы. Так, неужели для того, чтобы выполнить заповеди и так далее, ты не встанешь? То есть, что для тебя важнее, это или это? Потому что я точно знаю, что если, там я помню, когда еще дорелигиозный был период, и вот там надо было ночью встать, выезжать на какие-то там заработки, какие-то там поездки. Нормально, в пять утра, в четыре утра встаешь, там все. А как вот встать помолиться, чтобы успеть филин одеть там до времени чтения Шма? Да. Часто нету сил. О, нет, позже, там надо отдохнуть. Хорошо. Значит, дверь крутится вот так вот, вроде она крутится, а ленивый крутится так на своей кровати и по жизни. Бывают люди, которые, они создают видимость типучей деятельности, но это вся их типучая деятельность, она как дверь, которая крутится на петле. То есть они делают те действия, которые им легко делать, и эти действия им не приносят результата. Но они их как бы делают, да я же делаю, я же делаю, вот многие люди, вот я, я работаю, работаю, а денег нет. Я говорю, так ты поучись что-нибудь. Не, учиться не хочу, я буду лучше работать, работать, а денег нет. Так выучи новую профессию, выучи новый навык там. Ну, это же не сильно напрячься больше, да? Не, 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 это нет, я лучше буду. И вроде человек работает, а он все как дверь, которая крутится на одной петле. И он так годы будет крутиться без надежды. То есть переход на следующий уровень в любом деле, это приобретение новых знаний и новых навыков. То есть нет других вариантов. Нету. Хорошо. Дальше, пятнадцатый отрывок. Таман ацель ядоба цалахат. То есть опустил ленивый руку его в тарелку. Нила, ля, шва, эль, пив. А в рот он не может даже протянуть еду. Что здесь имеется в виду? Объясняют наши мудрецы, что когда ты ленивому объясняешь что-то, и ты ему можешь объяснять, ты ему можешь объяснить, разжевать, вложить в голову. То есть ты ему можешь полностью все прямо разъяснить, прям понятно. Понимаешь? Понимаю. Начинаем делать. Нет, а делать не буду. Делать не буду, потому что делать это совсем другое. То есть это как раз вот эта вот метафора, что ленивый ему уже прямо, он руку уже в тарелку засунул, а в рот нет. Почему? У человека главное, что двигает человека по жизни, это намерение. Намерение, это его вот это желание. И вот эта сила намерения, она, интересно, что, есть такое выражение у мудрецов, что нет вещи в мире, которые могут уставить перед желанием. Но если мы посмотрим на фактическую реальность, то фактическая реальность доказывает, что есть вещи, которые могут уставить перед желанием. Вот Саня хочет миллион долларов. Хочешь миллион долларов? Чтобы прям тебе перезанесли в портфеле? На тебе, Саня, миллион долларов. Миллиард. Да, даже он хочет, чтобы занесли. То есть, но вот он хочет, хочет, а это как бы миллиард, он как-то стоит до сих пор перед твоим желанием и не залазит сюда. А что же имели в виду мудрецы, когда сказали, нет вещи, которые могут уставить перед желанием? Нет вещи внутри человека, которые могут остановить его желание внутри. То есть Саня может хотеть миллиард, может хотеть на Луну, может хотеть на Марс, может хотеть стать ежиком. Почему нет? А почему не может человек хотеть стать ежиком? Что он может остановить от желания стать ежиком? Ничего. То есть у человека его желание, вот это вот его намерение, да, оно полностью нет внутри ничего, что могло бы его останавливать. Но ленивый, он не хочет по-настоящему работать. То есть, если у него нет желания работать, то тогда он и не будет этого делать ни при каких условиях. Если же ленивый, если он хочет работать, да, тогда у него может вначале чуть не получаться, потом у него может чуть не получаться. Но его намерение, если особенно оно направлено, как мы учили в Пертьевод, что усе рецуно кирецунхо, делай его волю, как ты делаешь свою, чтобы Бог выполнил твою волю, как его. То есть если и дальше еще тоже мы учили в Пертьевод, что пусть все твои дела будут во имя небес. То есть если у человека появляется намерение, он говорит, вот Саня, например, да, он говорит, я хочу заработать миллион долларов, и я хочу этот миллион долларов, из него 50 процентов, 500 тысяч отдать ей Тану на Мурашу, и 500 тысяч отдать на Ваикру Шатадину. То есть вот он говорит, я как бы в миллион, не корости ради, а я хочу заработать миллион и 500 тысяч на Марашуа до долларов, 500 тысяч на портал Ваикра. Вы спросите, а зачем тогда Сане миллион? А именно потому, что он хочет, чтобы все его дела были во имя небес. И он, значит, он хочет заработать миллион, то есть Бог же ему, он же ему этот миллион не пришлет ему там голубями по почте, он ему поможет понять, что надо сделать, как. И он заработает первый миллион, он его раздаст на Мурашу и Ваикру. Но навык-то зарабатывать у Сани останется, сама-то машина для заработка у него останется, и уже второй миллион он уже сможет потратить на женщин наркотичек. Ну на что еще тратить деньги, да? Понятная идея. То есть, имеется в виду, что намерение это главное. И если у ленивца намерение, значит, лениться, да, не делать, то на это намерение накладываются все объяснения, как лениться. Если у него есть намерение прийти на урок Торы, если у него есть намерение, то есть, то тогда, если это намерение идет в резонансе с желанием Бога, то есть поддержка. Если это намерение идет не в резонансе с желанием Бога, то мы тоже учили, что все равно это в резонансе с желанием Бога, потому что Бог всесильный. И все намерения, которые есть у всех людей, это как раз и есть вот эта божественная сила изнутри. Но только если твое намерение, оно идет в сторону, которая против Бога, да, там вот идолопоклонство даже, то тогда будет наказание. Если твое намерение идет в сторону Бога, тогда и намерение выполнится, и награда будет от Бога, понятная идея. То есть, и нет силы, которая может устоять перед намерением человека. То есть, главное это намерение, главное это желание. И, значит, сколько мы уже сегодня изучили? 17 минут, тогда еще один отрывок мы успеем изучить. Теперь дальше. Отрывок 16. Хахам, ацель, баенав, мишева, мишевы, там. Значит, умней ленивец в своих глазах, чем семь мудрецов, которые объясняют смыслы. То есть, здесь опять же об этом же говорится, что переубедить человека практически невозможно. То есть, если человек хочет во что-то верить, он может верить во что угодно. И ленивый, который верит, что он действует правильно, если он хахам, баенав. Что бы ты ему ни рассказывал, он найдет объяснение, почему он прав, почему он именно вот в этом случае он прав. То есть, он умнее, чем семь самых великих мудрецов, которые могут объяснить все, что угодно. Потому что он не хочет поверить в то, что надо действовать. Он не хочет поверить в то, что нужно соблюдать заповеди. Он не хочет поверить в то, что надо делать. А он хочет верить в то, что он делает правильно, и ничего тут изменить нельзя. Так что спорить не надо. Как знаете, есть известная история, когда один журналист пришел в деревню, где долгожители были разные. И была деревня с удивительными долгожителями. И он начал исследовать этих долгожителей. Он одного на улице спрашивает, вот объясните секрет своего долгожительства. Он говорит, ну я там ем зелень много, я занимаюсь спортом, тружусь все время, танцую. Он говорит, а сколько вам лет? Ну такой он старого вида был. Он говорит, мне 97 лет. Он идет дальше, смотрит другого такого старого вида. Он говорит, а в чем ваш секрет долгожительства? Он говорит, я голодаю, там два дня в неделю голодаю, ем очень мало, хожу в горы каждую неделю. И выращиваю там травы специальные, все. Он говорит, а сколько вам лет? Он говорит, 107. Он говорит, о, отлично. Видит, третий, еще старше выглядит. Он говорит, о, расскажите, а в чем ваш секрет, да? Он говорит, ну что, я пью водку каждый день, курю много, да? Он говорит, о, вот это интересно. А ну-ка, а сколько вам лет? Он говорит, 47. Он выглядел так. Но это не об этом. Он встречает третьего, четвертого. И говорит, а тот вообще самый старый, ему 120 лет. И он ему говорит, скажите, говорит, в чем секрет вашего долгожительства? Вот вы самый старый человек в этой деревне. Он говорит, вы знаете, говорит, у меня секрет простой. Я никогда ни с тем не спорю. Тот говорит, не может быть, что вы рассказываете? Ну, как можно прожить 120 лет и никогда ни с тем не поспорить? Ну, наверняка же вы с тем-то спорили. Он говорит, молодой человек, я вам говорю, мой секрет, я никогда ни с тем не спорю. Он говорит, да что вы мне рассказываете, что вы не спорите? Ну, такого не бывает. Он говорит, хорошо, пишите, спорю. Я согласен, пишите, спорю То есть Вот этот ленивец Он в своих глазах умнее, чем Семь мудрецов И что бы ты ему не рассказывал То есть про победителя лени, я сейчас вот эту программу Очень такую сделал, победитель лени Но тот, кто не хочет победить лень, он ее не победит Тот, кто хочет, гарантированно Умножить на двадцать У него будет больше активности и так далее И последний отрывок Последний отрывок Значит, он, последний отрывок уже идет В другую сторону, но вот чуть-чуть Так он пересекается Махзик Базны Калев Овер Митабер Алерив Ло Ло Хватающий За уши собаку Это тот, кто проходил И он вмешался в ссору, которая не его Вот представьте Сидит собака себе спокойно Идет, например, Рути Или Биньомин Идут мимо О, собака сидит Хватит ее за уши И давай ее дергать Что сделает эта собака? Укусит, правильно Теперь другая ситуация Идет он И там, мимо синагодии Видит, в синагодии там спорят люди Что лучше, какая там система лучше И так далее И он, значит, решил вмешаться И он давает свое мнение Высказывать Я и с тобой не согласен И с тобой не согласен Нет, ладно С тобой согласен С тобой не согласен Вмешался он в эту ссору Написано, что это одинаково Что ты собаку хватаешь за уши Что ты вмешиваешься в ссору, которая не твоя Потому что вмешавшись в ссору, которая не твоя Ты по-любому получишь врагов и неприятности И здесь я вспоминаю одну историю Очень интересная история Был такой Хоземи Люблин Такой был человек, видящий из Люблина Он был слепой Но его назвали видящий Потому что он вот этим своим духовным взором Он видел суть вещей И как-то возник конфликт между двумя раввинами такими Да, два направления хасидских Они между собой начали спорить друг с другом Два великих таких вот, ну, больших раввина И их последователи прямо не столкнулись в столкновениях, в спорах И пришли к нему спросить его мнение Говорят, вы за кого? За этого или за этого? Он говорит, он говорит, вот этот пасук 16, да 17 это пасук, отрывок Он говорит, хватающий за уши собаку Тот, кто проходил и вмешался в ссору, которая не его Он говорит, я вам сейчас объясню этот пасук по-простому Значит, в лесу В лесу лев, он набухался Набухался очень И с утра он идет, настроение плохое У него перегаричие такое Он набухался сильно И он, значит, хватает зайца и говорит Заяц, есть у меня перегар? Так, на него вдохнул Заяц говорит, нет никакого перегара, вообще земля никак пахнет Он говорит, так ты еще льва будешь обманывать И вот, и съел, значит, зайца Хватает он волка дальше Волк говорит, есть перегар? Волк такой, о, вообще дышать невозможно Ты что, а где почет к царю зверей? И волка тоже убил Потом, значит, хватает лисица И говорит, есть перегар? Лисица говорит Знаешь, говорит лев, говорит Вот я бы и с радостью тебе ответила Но у меня две недели насморк Вообще, говорит, две недели не чувствую запахов Не знаю, говорит, да И лев засмеялся и ее отпустил Так Хазем излюбленно ответил Он говорит, я не хочу вмешиваться Это не мой спор Это не мое У них есть свои какие-то, там, у каждого соображения Я их не знаю Я не знаю, чего они спорят Ну, то есть, я не хочу в этот спор влазить Вот это то, что нас учил царь Соломон Не власти в споры, которые не ваши Вообще не власти То есть, и в свои споры лучше не влазить Ни с тем лучше не спорить А в чужие споры вообще лучше не влазить Хорошо, давайте, какие мы выводы сегодня сделали Первый вывод, что Что ленивый человек, который хочет оставаться ленивым Останется ленивым по-любому Это первый вывод То есть, только, ну, только желание человека что-то изменить Дает ему шанс что-то изменить Второе, что Что действует эта лень через воображение То есть, когда человек что-то Намерение его куда-то направляется То его воображение ему подскажет Ну, подскажет льва на улице Там, все что угодно подскажет Да? Третье, что Лучше не влазить чужие ссоры Чужие споры лучше не влазить Вот мои три вывода Напишите, пожалуйста, ваши три вывода Которые вы для себя сделали Выводы очень важно делать Потому что эти выводы Если вы их сделали А потом вы их объяснили кому-то Если вы даже настраиваете слушать Что вы послушаете И сделаете какие-то выводы То есть, ваше намерение Сделать выводы Оно дает вам выводы Если ваше намерение Послушать, сделать выводы И потом применить эти выводы То, как написано в Пертьевод Что Алуме Тот, кто учит, чтобы сделать Тому с неба помогают Учить, обучать Запомнить и сделать хорошо все друзья так что пишите выводы и удачи успехов всем хорошего дня